Для начала давайте я представлюсь. Меня зовут Сергей Гальцев. Я, соответственно, куратор программы «Дизайн диджитал продукта». До этого работал 6,5 лет компанией RedMetRobot. И, соответственно, 2,5 года я сооснователь и креативный директор компании MadByMad. Буду представлять сегодня программу один, как бы быть спикером от всей нашей команды. И, соответственно, чуть дальше расскажу немножко про всю нашу команду, большую банду тех, кто делает этот прекрасный курс. И, соответственно, начнем, наверное, с истории. Наш курс, соответственно, один из самых, наверное, зрелых, самых старых, хорош в смысле слова, на рынке образовательных услуг. И называется он «Дизайн диджитал продукта». До этого, нам целых уже 7 лет, и до этого наш курс назывался «Mobile Application Design», что в какой-то момент, соответственно, сложилось в аббревиатуру Mad, и мы, может быть, видели презентацию наших студентов и, соответственно, как-то соприкасались с нами именно вот под этим названием. Но в какой-то момент мы каждый год меняем программу примерно на 25%, на четверть, и программа поменялась настолько, что в привычном формате и привычном названии нам уже было тесно. И, соответственно, нам пришлось сменить название. Мы стали называться «Дизайн цифрового продукта», «Дизайн диджитал продукта». И, соответственно, уже в этой конструкции, буквально в этом августе, выпустим вторую группу выпускников. Я вас заранее приглашаю на 14 августа, это суббота. О чем речь? Ну, мы говорим про российское дополнительное образование. Это курс, который длится один год, два семестра, три, соответственно, три модуля. И занятия проходят три раза в неделю. Вторник, четверг вечер, с 7 до, соответственно, 10 часов вечера. Именно сейчас как раз одна из наших групп проходит занятие. И, соответственно, вот меня делегировали рассказывать про программу, а остальная часть команды работает со студентами. И суббота, соответственно, это целый день с 11 утра до 6 вечера с перерыва на обед. 400 академических часов. И, соответственно, одной из самых важных, наверное, наших фокусировок является ориентированность на бизнес. И, соответственно, мы не рассматриваем дизайн как что-то в вакууме, как что-то самодостаточное на уровне искусства, при всем уважении к искусству. И, соответственно, вся наша программа, она полностью, мы ее полностью просматриваем и пронизываем именно сквозь бизнес, сквозь, соответственно, какую-то возможность применить эти знания, соответственно, на практике и в непосредственной работе. Для нас это очень важный койнт. А помимо этого, всегда очень выгодно выделяло нашу программу и являлось очень важной базовой, наверное, ценностью для нас, как для Core Team и кураторов программы, это не сделать этот курс с точки зрения какой-то компании или каких-то компаний. То есть мы постарались сделать так, чтобы все три вида компаний, которым нужны цифровые дизайнеры, соответственно, имели доступ к нашей программе и передавали свои знания. То есть на нашей программе представлены как специалисты из аутсорс-практики, компании, которые продают эти услуги на заказ, как от компаний, соответственно, стартапов, кто запускает собственные инициативы и сами по себе с усами самодостаточные, прекрасные. Так и, соответственно, большие корпорации, где есть большая потребность в цифровых дизайнерах. И нам, с одной стороны, очень тяжело специалистов с разным опытом, несмотря на то, что мы работаем в одной сфере, синхронизировать, но, с другой стороны, студенты получают разный взгляд на профессию и могут сами выбрать, какое направление после, соответственно, выпуска и им будет более, наверное, близко и куда они хотят развиваться. Здесь также стоит оговориться об одном очень важном пункте, потому что наша программа, она ориентирована не на дизайнеров, кто только начинает свой карьерный путь, а скорее на дизайнеров, кто уже сделал первые шаги, кто уже, соответственно, овладел базовыми принципами и какими-то основными, наверное, знаниями, которые позволяют уже быть в профессии. И, соответственно, если говорить про текущую группу, то, например, наши студенты, кто приходили к нам год назад, это были действующие дизайнеры и Альфа-банка, и Яндекса, Озона и, соответственно, дизайнеры, кто скорее имеет бэкграунд графических дизайнеров, но, соответственно, имеют в этом большую экспертизу и приходят к нам уже скорее за цифровой начинкой и цифровым содержанием. Также есть опыт, когда из смежных дисциплин, таких как аналитика, продуктовый менеджмент, разработка, к нам приходят также студенты, которым по какой-то причине в их профессиональной деятельности, так называется, прилип немножко дизайн, и они решили сменить кардинальный вектор развития. Мы тоже таких ребят очень любим, нам с ними чуть тяжелее иногда на некоторых блоках, где у нас есть именно такой большой процент работы именно над дизайном руками, но, тем не менее, это тоже возможно. То есть таких ребят у нас, наверное, процентов от 5 или 5-10 процентов в год. В течение курса, соответственно, наши студенты ознакомливаются с продуктовой практикой, с аналитикой. Естественно, большой упор идет на проектирование, визуальный дизайн, он же XUI. Постоянно говорим про тестирование, про развитие, про продвижение, про современные технологии, которые есть на рынке, помимо, наверное, таких базовых, как мобильные приложения и современный веб. И, соответственно, конечно же, не обходим в сторону разработку, хотя не коммитимся на то, что научим вас за этот год, помимо дизайна, еще и всем основам кодинга, и что вы будете, как выпускник Бауманки, после нашего курса еще и кодить. Нет, ну, у нас, конечно же, идет больший упор именно, не больший, а основной упор только на дизайн. Поехали дальше. Наша программа состоит из трех модулей. Первый модуль у нас называется «Продукт», и, соответственно, на нем студенты учатся базовым, соответственно, основным, самым важным навыкам, которые нужны для того, чтобы вы проектировали мобильное приложение. И, соответственно, студенты делают это на основе собственного продукта, собственного проекта, стартапа. И это чертовски важно по причине, что в тот момент, когда вы смотрите на свою работу не с точки зрения, что вам дали задание, а вы сами придумываете вот эту идею, это дает совершенно другой view, другую точку зрения. И если вы это делаете искренне достаточно, то результаты, с которыми вы выходите по окончании этого модуля, они действительно… Ну, то есть это иногда прямо завораживает, с чего начинаем и чем заканчиваем. Второй модуль у нас называется «Технология», и в нем мы стараемся покрыть те технологии, которые есть рядом с мобильными приложениями, в которых нужно сегодня иметь, соответственно, экспертизу. Нужно понимать, как это делать, нужно понимать, в какие моменты вы должны этим заниматься. Это, естественно, современный веб, это голосовые ассистенты, это чат-боты, это VR и AR. И кто знает, что нам с вами, какие технологии придут в этом году, и не придется ли нам реактивно внедрять в нашу программу что-то новое. Этот модуль, соответственно, у нас имеет как теоретические блоки, так и практический проект, который делается на основе брифов от некоммерческих организаций. Соответственно, наносить непоправимую пользу для общества тоже, соответственно, входит в наши какие-то ценности. И, соответственно, на вот этом модуле студенты стараются, помимо того, чтобы владеть каким-то инструментарием, сделать также проект, который принесет какую-то небольшую пользу. Мне кажется, что какой-то маленький камень, который бросают в воду, все равно дает круги. И даже некоторые учебные проекты все равно как минимум подсвечивают некоторые проблемные сферы, в которых необходимо привлекать внимание. Третий модуль и завершающий, как раз тот модуль, который сейчас у нас проходит на программе, называется «Клиент». И, соответственно, на нем мы работаем по брифам от настоящей компании. Есть несколько нюансов. То есть мы принимаем брифы только на уровне гипотезы, то есть где зона неопределенности очень большая. И, соответственно, треть из вот этого модуля занимает исследование, где студенты пытаются докопаться, а на самом деле какая функциональность и какие инструменты нужны, чтобы эти задачи решать. Вторая важная часть, соответственно, этого модуля, и вообще, наверное, курса в целом, что мы работаем только с международными компаниями, у которых есть аппетит на международный рынок. За те семь лет, которые мы работали на рынок, мы поняли, что все, что касается российского рынка, при всем уважении к российскому рынку, мы, наверное, уже сделали. И, соответственно, наши студенты, наши выпускники уже сидят во всех крупных компаниях России и не только России. И, соответственно, одно из важных условий модуля «Клиент», что компания, которая дает нам бриф на проработку, она, соответственно, должна быть международной, либо иметь международные амбиции. Это тоже тертовски важно. И третья часть этого брифа, соответственно, как бы задача должна состоять как минимум из двух частей, чтобы студенты прорабатывали не только мобильное приложение, а, например, мобильное приложение и чат-бот, мобильное приложение и голосовой ассистент. И эта задача, она достаточно комплексная, и ее выполнять достаточно сложно. И, соответственно, этот модуль состоит из четырех блоков. Это блок, который связан с продуктовой практикой, с проектированием, с визуальным дизайном, а также, соответственно, с разработкой, где студенты знакомятся с ограничениями, которые есть в мобильной среде, и смотрят на это глазами, соответственно, настоящего разработчика. Как я уже сказал, за время, которое существует у нашей программы, мы поработали почти со всеми российскими клиентами, кто есть у нас на рынке, от банков до, соответственно, телеканалов, спортивных компаний и так далее, и так далее, и так далее. Тут, наверное, в конце моей презентации будет ссылка, где вы сможете посмотреть портфолио работ. И мне кажется, что портфолио говорит гораздо громче, чем любые слова, особенно неоткрытых дверей. Мы эту нашу программу очень любим, поэтому тут как бы ничего особенного в этом. И, да, как я уже сказал, мы стараемся смотреть на Digital не только в формате мобильных приложений, и стараемся в разных блоках зацепить даже темы, которые, казалось бы, либо очень нишевые, либо, может быть, напрямую не связаны даже с тем, что мы делаем. То есть мы в течение курса встречаемся с ребятами, кто занимается гиммификацией, профессиональной идентикой, промышленным дизайном, кто, например, в Яндексе создают смарт-ТВ и так далее, и так далее, и так далее. Но, опять же, как я уже сказал чуть ранее, чуть ранее, соответственно, нет ничего лучше, чем портфолио студентов, которые работали с нами. И прямо сейчас несколько слайдов, которые продемонстрируют этот уровень таланта наших студентов. Субтитры создавал DimaTorzok Будет такая нарезочка работ статичных и, соответственно, наоборот, динамичных, поэтому прошу прощения, что на этом месте будет меньше стори-теллинга. Вот это работы выпускников разных наших лет, и, соответственно, мне кажется, по ним можно оценить и подход, и то, как мы относимся к дизайну. Мы считаем, что дизайн в целом – это очень многогранный термин, и он включает в себя как очень глубокую продуктовую, соответственно, работу, которая связана не с полированием пикселей и закруглением углов, а скорее с сутью и смыслом, с исследованиями и с анализом, но и визуальная часть, уникальность и, соответственно, эстетика тоже являются очень важной частью дизайна, и мы стараемся, соответственно, разные грани нашей профессии, но из них выжимать максимум. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, это работа предыдущего года, есть такой стартап Arrival, и, соответственно, из стартапа Arrival в нашей core-команде есть прекрасный преподаватель Саша Лавягин и одно из подразделений, соответственно, Arrival – это компания Roborace, вот это прямо те самые болиды, которые вы видели, и, соответственно, наши студенты прошлого выпуска, МЭД-6, соответственно, мы маркируем годами наших выпускников, и, соответственно, делали крутой проект, который был на стыке даже, наверное, цифрового продукта и маркетинга. Получилось невероятно круто, проект, которым мы очень гордимся, и все, что вы видите, все на экране – красота. Да, очень много, помимо больших проектов, которых я сказал в рамках трех модулей основной нашей программы, есть также небольшие задания прокачки на короткий промежуток времени, который позволяет прокачать разные навыки, соответственно, и этих заданий у нас есть, кажется, на каждый день в году, и тут вопрос, наверное, как много вы сможете унести, насколько хватит сил, и, соответственно, вот примеры таких работ прокачек вы видите как раз на экране сейчас, то есть задания, которые делали студентами, в течение часа, двух, иногда и меньше. Продолжение следует... Это был проект с адаптивной музыкой. Соответственно, это реальный проект, это не концепт, это проект по брифу, и, соответственно, этот проект вышел в свет с измененным дизайном, но, тем не менее, его основа была заложена нашими студентами, и помимо этого этот проект выиграл какую-то награду на российском конкурсе, что для нас на самом деле является, наверное, исключением из правил, потому что, как и с брифами, наш курс ориентирован именно на международный рынок. То есть мы берем только международные брифы, мы участвуем только в международных конкурсах сейчас, и, соответственно, даже в финальном нашем... вот в нашей финальной защите такой экзаменационной стараемся набирать максимально международное жюри с точки зрения оценки. То есть это русскоязычные дизайнеры, дизайн-лиды, дизайн-директора, кто уже не живет в России, либо, живя в России, работает на международной компании стартап. У нас это очень важно, это, наверное, то, что нас дифференцирует от всех программ, которые есть на рынке в любой школе. Очень много разной красоты экспериментов. То есть на экране сейчас такой эксперимент с дашбордом автомобиля. Чуть правее какое-то приложение, которое мы делали в рамках дринг-теста. То есть приложение, которым удобно пользоваться при максимальном опьянении. То есть такие эксперименты тоже мы делаем. Именно с интерфейсами, я имею в виду. Субтитры создавал DimaTorzok Очень-очень много красоты, очень многое хочется показать. Субтитры создавал DimaTorzok Эта работа может показаться уже простенькой в 2021 году. Ей действительно уже, наверное, больше трех лет, как минимум. Но она примечательна тем, что дизайнер, который выполнил эту работу с нуля, он на самом деле был базовым разработчиком. И на самом деле, насколько я знаю, до сих пор работает разработчиком. Но, соответственно, в течение года достиг такого уровня, который я считаю крепким и по наше время. Поэтому это тоже очень хороший показатель. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Проект, о котором стоит сказать, наверное, чуть больше, чем обычно. Это проект Highlight, который делали наши студенты, соответственно, МЭД-5 два года назад. И это проект, который... Это инструмент, который спроектировали наши студенты в коллаборации с другими факультетами внутри школы. Соответственно, наши ребята были как команда, которая инициировала этот проект и придумала core-идею. И проект, который выиграл Red Dot в номинации Best of the Best. И это, конечно, как второй день рождения. Red Dot — это такой международный фестиваль, международный конкурс дизайна, такой Оскар в области дизайна международной, то есть который не ограничен, соответственно, европейскими рангами. Это именно весь мир. И студенты рубились за звание чемпионов со всем миром. И с ребятами из Америки, и с ребятами из Азии, и с европейцами. И выиграли Best of the Best. Очень крутой проект. Дальше будет видео и несколько статичных экранов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, как и я и сказал, Red Dot Design Awards, Best of the Best, 2019 год. Субтитры создавал DimaTorzok Это как раз небольшие эмоции после церемонии вручения. То есть мы ездили в Берлин, и в Берлине проходил такой гала-концерт, гала-вручение. И, соответственно, Артем, один из авторов проекта, рассказывает про те эмоции, которые были вот в этом мероприятии. Действительно очень такое, очень важное событие. Да, еще раз, наверное, расскажу, что наши работы вы можете посмотреть на бехансе нашего курса. Самая свежая информация, самая свежая работа появляется в Инстаграме. У нас очень простой, соответственно, URL-адрес. Он сейчас на экране. Вы можете не торопиться сфотографировать. В конце будет слайд, на котором будут все ссылки на одном слайде. Также у нас есть, соответственно, наш Facebook, в котором мы стараемся регулярно постить что-то, что связано с нашим курсом. И, соответственно, наша большая команда педагогическая, которая также из года в год меняется, но, тем не менее, основные действующие лица на экране. Это, соответственно, Леонид Бугаев, это Антон Вдовиченко и сегодня ваш покорный слуга Сергей Гальц. Так, если в целом говорить про педагогическое основание, то это около 15-20 преподавателей, которые в течение года меняют друг друга. И, соответственно, мы втроем обеспечиваем, соответственно, непрерывность этого опыта. И те стандарты, соответственно, которые считаем максимально высокими, которые можно передать с учетом той особенности, которая есть у нашего курса. Очень много ребят, всеми безумно гордимся. Про каждого можно отдельно писать, рассказывать минут на 40. Я думаю, что вы всех можете прочитать у нас на нашем сайте, на сайте школы в разделе преподавателей. Погуглить, выдавить их в друзья и, может быть, что-то уже расспросить, что вас интересует. Тоже, мне кажется, всегда хороший способ, чтобы что-то узнать. Помимо этого, за счет того, что нашей команде так уже много лет, у нас сложилось большое неформальное комьюнити выпускников, которое не привязано к какому-то одному месту работы. Дизайнеры растут, меняют офисы, меняют, соответственно, свои регалии и должности. И есть большой уже, большой прослойка такой активных, активных наших выпускников, которая сложилась в какой-то комьюнити. Сейчас многие говорят про комьюнити, но действительно, оно и у нас тоже есть. И, наверное, формирование этого комьюнити для нас, как для кор-команды, является, наверное, одной из, одним из основных причин этим заниматься. То есть для нас это чертовски важно, то, что получается в конце. И есть у нас такие ритуалы, когда мы с нашей кор-командой любим еще и уезжать за границу. Есть такой фестиваль ОФ, который проходит традиционно в Барселоне. И, соответственно, есть такая добрая традиция с выпускниками разных лет на этот фестиваль кататься. Последние два года вы сами знаете, по какой причине фестиваль отменяли. Но, тем не менее, надеемся, что в следующем году все-таки придумают организаторы, как справиться со всеми трудностями, и мы все-таки увидимся там. Также, например, мы выезжали в Одессал, родина Баухаус, тоже для того, чтобы соприкоснуться немножко с такой классикой дизайна образования и с корнями, наверное, которые очень важны для любого дизайнера. Любим ходить в гости. Гости любят ходить к нам. Очень много делаем каких-то неформальных созвонов в Zoom. И как раз часто на этих созвонах участвуют, к нему имеют доступ, соответственно, не только текущая группа студентов, но и, соответственно, все наши выпускники, потому что мы считаем, что шерить знания в этом таком закрытом кругу тоже очень правильное занятие. Вот помимо российских компаний, наши выпускники есть уже и в Великобритании, в Канаде, и в Польше, и в Таиланде, и в Соединенных Штатах Америки. И за кем-то я уже, может быть, не уследил. Вот что тоже дает возможность, соответственно, сверять знания и как-то узнавать, наверное, инсайты из других компаний. И это тоже делает наш курс еще сильнее. Очень много наших выпускников. И тоже небольшая история про проект, который мы делали вместе с Екатериной Михайловой. Катя сейчас наш преподаватель на блоке UI. И, соответственно, в то время, когда мы работали вместе, соответственно, я выступал в качестве арт-директора. Екатерина, она была нашей выпускницей в тот момент, была в качестве дизайнера. И, соответственно, была тоже одна из таких веселых, красивых историй, когда сделали проект, который выиграл золото на European Design Awards. Но это уже, соответственно, по кончанию курса. Вот сейчас будет небольшое видео этого проекта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, соответственно, это сервис, который учил детей программированию через игровой опыт, не мобильное приложение, а десктоп. И, соответственно, тоже очень крутое событие, профессиональное золото на международном European Design Awards. Тоже очень крутой, уважаемый конкурс. И, соответственно, тоже как бы не в прямую в копилку нашего курса, но, тем не менее, преподаватель и куратор с выпускницей, которая в итоге стала преподавателем также. Мне кажется, что это тоже имеет прямое отношение к тому, что мы делаем здесь, в Британке, и это очень важная часть нашей истории. Помимо этого, у нас есть в рамках нашей неформальной такой части уже с комьюнити традиции, которая зародилась в прошлом году. Мы делаем летний кемп, так называемый, выездной, на котором мы занимаемся скорее определенной такой технологизацией курса. То есть в течение года проходит год. Мы рефлексируем с точки зрения, что получилось, ищем слабые места. И, соответственно, команды прорабатывают решения, как это можно улучшить в следующем году. И, соответственно, на эти выезды у нас выезжает и тоже активная часть наших выпускников. Это всегда такой немножко праздник. И, соответственно, в этом году мы планируем также провести это, но, наверное, в более амбициозном формате. Надеюсь, все получится. Это небольшое видео с прошедшего в прошлом году, соответственно, нашего выезда. Меня зовут Сергей Гальцев. Я аккуратный курс дизайнер, что проводит препятавки и креативный директор компании «Модбайкн». В 2020 году в конце лета, в финале, мы наконец-то проверили наш первый дизайн-кэп на природе. Год был непростой, и мы решили собраться вместе с нашими выпускниками разных лет для того, чтобы сфокусироваться на трех основных моментах. Первое – это обсудить семь очень разных вопросов, которые связаны с изменениями курса. Вторая история – это, конечно же, встретиться, обняться, выпить хороших напитков, играть на призве, побегать вместе и познакомиться. И третья задача информационная. Мы пригласили двух спикеров, которые работают в международных компаниях «Модбайкн» с «Русскими корнями» и будет воркшоп, который будет посвящен также уличным выступлениям и, соответственно, презентации себя. Буквально через два часа мы будем слушать то, как наши команды справились с этими трудными семью задачами. Ура! Да, друзья, прошу прощения, что, может быть, в онлайн-формате чуть сложнее служить, и уже позднее время я буду закругляться. Как я уже сказал ранее, наши выпускники работают действительно во всех российских крупнейших компаниях, и я уже просто иногда не теряюсь, где именно, куда кто перешел. Острю, наверное, внимание на вот этом слайде. Это ссылка на нашу страницу, соответственно, на сайте школы. Там вы можете писать, почитать подробнее о программе, посмотреть преподавателей, погуглить их, посмотреть на проекты. Ну, мне кажется, что это важно. То есть вот QR-код на вашем экране. И, соответственно, следующий слайд, который содержит все ссылки, которые у нас есть, от Facebook, Instagram, Behance и страницы нашего курса на сайте. И здесь я хочу сказать вам большое спасибо за внимание. Вы молодцы, вы очень крутые. Видно, что вам это нужно. И большое спасибо, что вошли в положение, дослушали меня до конца в онлайне. Я готов ответить на ваши вопросы. Надеюсь, мне поможет с микрофоном Елена либо наши коллеги. Поэтому жду вас. У меня такой вопрос. Я очень хочу на вашу программу. Я уже подала даже заявку. Меня смущает тот момент, что я работаю в банке почти год. И я вроде как мидл по уровню уже. И вы говорили, что у вас были студенты, которые работают и имеют неплохой опыт уже. Насколько мне будет интересно и не будет ли у меня каких-то неоправданных ожиданий? Очень хороший вопрос. Спасибо большое. Мне кажется, что мой ответ может быть исключительно такой, что, конечно, да, будет интересно. И вы всегда соберете с курса ровно столько, сколько сможете унести. Потому что экспертиза преподавателей, она очень высокая. Но мне кажется, что максимально честным будет и правильным, это об этом поговорить с нашими выпускниками. Но не в формате, чтобы я их привел сейчас вам сюда, а чтобы вы сами нашли выпускников. Это несложно сделать через эти ссылки. Мы везде указываем ребят, чьи работы размещаем. И поговорить с ними. Потому что кажется, что это максимально честный формат ответа на ваш вопрос. Как бы мы наш курс любим, мы знаем, что мы всегда можем передать знания. Но кажется, что на этот вопрос будет корректнее, если ответить кто-то из наших выпускников в тот момент, когда на этого человека не будут давить обстоятельства того, что это день открытых дверей, и я рядом нахожусь. Наверное, такой ответ будет. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Подскажите, пожалуйста, что делать человеку, который ищет возможности начать свою карьеру и вообще развитие в диджитал-сфере, у которого нет в этом опыта, и который безумно сейчас загорелся в вашей презентации, вашим курсам? Ну, вообще, достаточно опыта или недостаточно опыта, это, конечно же, такая достаточно условная и формальная рамка. Так как у нас сейчас прошла только первая волна собеседований, мы отсобеседовали, то есть первых, по-моему, 20, вот был первый уже ивент, где мы проводили собеседование, собеседовали 20 абитуриентов, у нас еще есть 3 или 4, соответственно, потока, где мы, ну, со студентами, где мы их собеседуем. И в случае, если студент, на наш взгляд, по портфолио, по собеседованию, пока нам рановато, соответственно, это принимать, но человек очень хочет именно на наш курс, то мы в этом случае даем, сейчас время как раз позволяет, даем задания, даем менторы из числа наших выпускников и даем месяц до следующего, до следующей волны собеседований, чтобы и вы смогли на себя примерить, как бы, уровень сложности, который есть, и смогли за этот месяц закрыть те базовые, соответственно, какие-то слои знаний, которые необходимы просто вот как воздух, для того, чтобы как бы зайти к нам на программу. Вот, и заодно, соответственно, поговорили с ментором, узнали от него, может быть, чуть подробнее, все подробности про наш курс. И сейчас время позволяет это сделать, поэтому, если именно хочется наш курс, и кажется, что недостаточно опыта, нужно смело идти на собеседование, и в случае, если это, ну, как бы, вам будет еще рановато, на наш взгляд, то есть вот такая опция в виде заданий ментора и еще одного месяца перед следующей волной собеседований. Это тоже работает, то есть у нас такие примеры каждый год есть, кто изначально не проходил, забирал задания, брал ментора, это все бесплатно, и, соответственно, там, со следующей волны уже приходил к нам в состав и успешно заканчивал курс. Спасибо, друзья, хорошего вам вечера, всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.